МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об экологической катастрофе в Добрянке говорить пока рано. Комментарий по аварии на канализационных сетях дал Росприроднадзор. Киоски у придомовых территорий будут ликвидированы. Установка запрещена. Решение приняли депутаты Пермской городской думы. В прикамье вводится весеннее ограничение движения большегрузов. В Краевом Минтрансе пояснили, на кого не распространяется мера. Утренний блок новостей на РБК Перм. Об экологической катастрофе в Добрянке говорить пока рано. Так прокомментировали аварию на канализационных сетях в Добрянке в Росприроднадзоре. Насколько серьезно была загрязнена КАМА с точными водами, госинспектор установит до конца этой недели. Как рассказали телеканалы в Росприроднадзоре, накануне для исследования специалистами с места взяты все необходимые пробы, авария на канализационной насосной станции в Добрянке произошла поздно вечером 25 марта. Обнаружил утечку местный житель. Выезд был осуществлен совместно со специалистами лаборатории филиала. И специалистами были отобраны пробы воды выше, в месте попадания загрязненных стоков и ниже, с целью определения степени загрязнения водного объекта. На сегодняшний день пробы находятся в работе. Как сообщает издание «Зори плюс», со ссылкой на очевидцы, течь была устранена той же ночью, спустя три часа. На насосной станции сейчас ведутся ремонтные работы. Но в региональном Росприроднадзоре сообщили, что на сегодняшний день за нарушение требований к охране водных объектов, которые может повлечь их загрязнение, возобождено уголовное дело об административном правонарушении. Собственник сетей «Уралводоканал» должен в течение трех дней предоставить ведомству информацию об объеме излившихся стоков и предпринятым мерам по ликвидации аварии. Решение Гордумы может вызвать серию судебных исков. Пермские активисты уже требуют проверить документ на соответствии нормам законодательства. В частности, общественник Денис Галецкий уверен, что инициатива властей Перми нарушает закон о защите конкуренции. Он уже обратился в Уфас и прокуратуру с заявлением провести проверку и считает, что проект Думы вызовет волну судебных разбирательств. Судебное обжалование будет со многих аспектов. Заинтересованных лиц много. Но, как я сказал, есть вопросы, на которые ответа нет. И которые говорят, что это волонтаристское решение ничем, в общем, кроме устранения конкурентов, какие-то интересы каких-то лоббистских групп, оно ничем не обосновано. По решению Думы, с карты города могут исчезнуть около 800 павильонов и ларьков, но собственники многоквартирных домов потеряют доход от аренды и право распоряжаться землей. Новые правила благоустройства в центре города вступят в силу уже в июне, для остальных районов с января следующего года. По администрации уверены, в законности принято решение, по словам вице-мэра, вид использования земель у многоквартирных домов не подразумевает установку НТО. С 9 апреля на дорогах Прикамья вводится весеннее ограничение движения большегрузов. Оно будет поэтапным, при этом в краевом Минтрансе пояснили, что на некоторые категории автомобилей эта мера не распространяется. Речь о международных перевозках, продуктах питания, топлива, почтовых грузов, перевозках для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Не распространяется ограничение и на тяжеловозы со спецразрешениями при компенсации вреда, наносимого транспортным средством автодорогам. Для остальных больших грузов ограничения будут введены по 8 мая включительно на дорогах в центральной и южной части Прикамья и с 16 апреля на месяц на дорогах в северной части. Между тем, накануне начал действовать прежний регламент перевозки опасных грузов. Об этом рассказал накануне глава региона Максим Решетников. Новый порядок, по которому бензовозы должны прикладывать два новых документа, это свидетельство о типе цистерны и свидетельство о перечне грузов, которые могут быть в ней перевезены, вступил в силу в начале этого года. Однако в связи с тем, что федеральный Минтранс не определил порядок выдачи этих документов, а без них ГИБДД не может выдавать допуски, новый регламент начнет действовать не ранее января 2019 года. Перемь отстает от соседних регионов по темпам ввода нового жилья. В рейтинге российских городов-миллионников, составленном специалистами портала ЦИАН, краевой центр на 12-м месте. На лидирующих позициях среди крупнейших городов Ростов-на-Дону, Воронеж и Новосибирск, объем ввода по итогам 2016 года превышает один квадратный метр на человека. Соседние Екатеринбург и Казань на седьмом и восьмом местах соответственно. При этом в топ-15 только столица Татарстана показала отрицательную динамику по вводу по сравнению с 2010 годом. В общем, в списке российских городов лидирует Краснодар. Показатель 2,64 квадратных метра на человека. Рост 2010 года более чем в два раза. Но далее следует Тюмень. Положение последних не случайно отмечают аналитики агентства, так как эти города являются одними из лидеров по внешнему миграционному притоку среди всех российских регионов. Добавим, пермские девелоперы готовы к увеличению темпов сдачи объектов, однако тормозят строительный процесс, по их мнению, проблемы при получении разрешительной документации. Как ранее сообщал РБК Перм, в начале марта 2018 года застройщики обратили внимание регионального правительства на проблемы с получением градостроительных документов. Краевые власти, в свою очередь, продемонстрировали результаты надзорной работы, согласно которому местные органы власти часто допускали различного рода нарушения. Сегодня на базе Пермского аграрно-технологического университета пройдет международная конференция, посвященная перспективам цифровизации агропромышленного комплекса Пермского края. Все подробности представим в наших дневных выпусках. На этом пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Доброе утро. Это программа Медиаполе. С вами Юлия Якушева. Сегодня в России объявлен национальный терраур по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующий указ подписан накануне президентом. Причинами пожара в Зимней Вишне Владимир Путин назвал преступную халатность и разгильдяйство. На момент съемки программы по официальным данным в списках погибших было 64 человека, в том числе 41 ребенок. Траур также объявили отдельные регионы и города, в том числе соседний Екатеринбург. Как отмечает телеграм-канал ЛБО, в Пермский край так и не объявил траур по погибшим в Кемерово. Губернатор Пермского края ограничился публичным выражением соболезнований. Накануне траурный митинг прошел в сквере уральских добровольцев. Телеграм-канал Реальная ЖГХ отмечает, что бардак повсюду. И это касается не только таких страшных трагедий, как в Кемерово. А цитируем. Фиксируем. 27 марта 2018 года в 07.28 произошло отключение теплоснабжения в связи с аварией в микрорайоне Клистовка города Соликамска. 20 января 2018 года в связи с отключением электроэнергии на высоковольтных линиях произошло отключение водяных насосов в здании промышленной котельной, расположенной на территории шахты Рудная в поселке Сараны Горнозаводского района. В Добрянке произошла экологическая катастрофа. Авария на канализационной насосной станции произошла вечером 25 марта. Прорыв в систему привел к тому, что в Каму попали сточные воды. Портал проперин.ру собрал мнение о трагедии в Кемерово. Так, пермяк, пользователь фейсбука Антон Толмачев, написал и отправил заявление в МЧС следующего содержания. «Я являюсь активным посетителем пермских торгово-развлекательных центров, имеющих в своем составе кинотеатры. Однако трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово показала, что в таких торгово-развлекательных центрах возможен пожар с многочисленными человеческими жертвами. В связи с этим, и опасаясь как за свою жизнь, так и за жизнь своих родных, знакомых и близких, прошу провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности, а также наличие работоспособности пожарной сигнализации в торгово-развлекательных центрах». Добавлю, что МЧС проведет пожарные учения в крупных торговых комплексах Пермского края. К другим темам. Как пишет интернет-газета «Текст», любители спорта обратились к профильному краевому министерству с требованием законодательно поддержать проведение общественных спортивных мероприятий. Для этого чиновникам предлагается разработать документы, которые определят порядок проведения мероприятий в Пермском крае. Поводом для обращения послужило привлечение к административной ответственности клуба любителей бега «Вита». Он провел в феврале зимний полумарафон. Подобные соревнования клуб организует уже 38 лет, но в этот раз полиция на основании федеральных правил потребовала от клуба организовать места для работы сотрудников ОВД, места для работы сотрудников ФСБ, места для хранения предметов, запрещенных для проноса, портативного ручного металлодетектора и других. В сжатые сроки клуб не смог выполнить все условия и провел мероприятие. Сегодня суд рассмотрит материалы о привлечении клуба к административной ответственности. Прокуратура Пермского края выявила около полутора тысяч нарушений в ходе проверок соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях в 2017-2018 годах. Об этом пишет коммерсант Прикамье. Претензии прокуроров касаются охраны, антитеррористической защищенности, школы и других аспектов. Нарушения были выявлены и при охране школы номер 127, где 15 января в результате нападения вооруженных подростков пострадали 12 человек. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире. Это программа «Бизнес-принцип». Меня зовут Юлия Хлобыст. Здравствуйте. Объединение территорий – процесс, который запущен как на федеральном, так и на региональных уровнях сегодня. Каковы его экономические и политические причины и последствия? Говорим сегодня об этом с академическим руководителем магистратуры Государственное и муниципального управления Высшей школы экономики Пермь Елена Изуева. Елена Львовна, здравствуйте. Добрый день. Сразу же, процессы объединения, они на самом деле не такие уж и новые для Пермского края. Давайте вспомним хотя бы объединение Коми-Пермятского автономного округа и Пермской области, которое произошло в 2005 году. Вот есть ли у того объединения и нынешних процессов какие-то общие предпосылки и последствия? Начну не с объединения, а с разъединения, которое произошло у нас в области, еще Пермская область была с Коми-Пермятским национальным округом в начале 90-х. В начале 90-х не только мы, так по всей стране происходило, что был такой парад суверенитетов и такой вот взрыв демократии политической и разъединялись и внутри регионов какие-то территории. И вот у нас тоже это произошло. Надо сказать, что с самого начала я к этому процессу относилась с тревогой, я бы так сказала. Вы имеете в виду те разъединительные процессы? Я разъединительные процессы имею в виду, потому что, на мой взгляд, это политическая акция, а экономические риски не просчитаны. Я буду говорить с позиции экономиста то, что я больше всего понимаю, наверное. Поэтому я была сторонником очень большим этого объединения. И поскольку я неоднократно ездила в Коми-Округ, я хорошо представляла ситуацию, то я понимала, что есть выгоды от этого процесса там, в Коми-Округе, и есть негативы. Я не буду вдаваться в подробности. Я могу только сказать, что вот это объединение дало возможность, если вы спрашиваете о том, какие позитивные последствия, ну, например, строить дороги, там какой-то мост, какие-то дороги, вот, выгоды для Коми-Округа может быть и больше, чем для бывшей Пермской области, хотя и для нас тоже, потому что это торговые пути, все равно это для бизнеса есть какие-то плюсы. А Коми-Округ что потерял? Это датирование потерял, вот, но приобрел совершенно другое финансовое качество. Вот сегодня этот тренд, по сути дела, продолжается, потому что вот в 2012 году, например, произошли объединительные процессы в Лысьве и Губахе. Примерно через год-полтора заговорили об объединении других территорий, Гремячинска, Гремячинского района, Краснокамского района, Краснокамска, Чайковского, Чусового. И также объединение, возможно, состоится в Добрянке, Кизеле и Кунгури. Так вот, принятый в 2003 году вот этот самый 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации был впоследствии изменен. И, как говорят эксперты, началась работа над ошибками. Закон был действительно плох или новое время, новые песни или новые законы? Вот эта вторая волна разъединительных процессов началась после этого закона, после принятия этого закона, потому что уже территории начали делиться. Ну, я не знаю, мне кажется, что это практически неуправляемая ситуация. 347 муниципальных образований в Пермском крае. Конечно, такие же процессы происходили в стране. Я более того вам скажу, такие же процессы происходили много лет назад, много десятков даже лет назад в мире. И там тоже ведется объединение. То есть, дело не в том, плохо или хорош закон. Дело в том, что при его реализации возникает какое-то качество, не предусмотренное с самого начала. Вот это качество, оно показывает реальную жизнь в территориях, ну, очень трудно из центра просмотреть реальную жизнь во всех территориях. А объединительные процессы, они и в Норвегии, и в Нидерландах, и в Дании, и в Греции. То есть, вы хотите сказать, что для каких-то территорий объединительные процессы – это благо, а для каких-то это, наоборот, сплошные минусы. Вот если говорить все-таки про Пермский край, то для каких территорий это к каким-то позитивным изменениям приведет? Когда слабое муниципальное образование присоединяется к сильному, наверное, сильное что-то теряет. Вот это главная ситуация, хотя их множество всяческих. Это как в территории с комиокругом, когда Пермский край стал, по сути дела, дотационным. Да, для комиокруга, да? Вот, есть такой элемент. Но, более того, вам скажу, муниципалитетам очень трудно выжить, если у них нет экономической базы, финансовой базы. Если у них нет своих каких-то производств. Если у них слабая инфраструктура, и производственная, и социальная, то выжить им очень трудно. Они не могут реализовать какие-то проекты. Просто не на что. То есть там идет на грани выживания, на грани тоже дотационного выживания. И когда происходит это объединение, это дает новое, прежде всего, финансовое качество. То есть слабая территория присасывается, простите за такое слово, к более сильному образованию финансово. Ну, дело-то вообще, на самом деле, не только в финансах. Вопрос в управляемости. Безусловно, есть тут экономия издержек управленческих. Есть экономия издержек. Ну, вот, знаете, у нас недавно прошли выборы. И вот сейчас, значит, вместо двух избирательных участков будет один. И мы понимаем, что это тоже определенная экономия. Но, мне кажется, еще одна проблема есть, очень важная, о которой мало говорят, это кадры. 347 образований. Уже меньше, на самом деле, это было. Где набрать столько высококвалифицированных кадров? А, наверное, в наше время для управления нужны высококвалифицированные кадры. И просто управленцев, и тех, которые осуществляют информационные все эти, информационное обеспечение управления, и в сфере социальной, и так далее. Зарплата там небольшая. И предполагать, что туда поедет большое количество высококвалифицированных кадров, сложно. Не то, что невозможно, но сложно. А все-таки, когда вместо вот такого множества территорий будет их, ну, хотя бы поменьше, укрупненные районы, то вполне уже реалистичным становится вот это кадровое решение. Слушайте, а как же тогда быть все-таки вот с близостью власти, я имею в виду чиновников или депутатов, представительных органов, которые сейчас есть вот даже на самом маленьком уровне, А в случае объединения они, так скажем, отодвинутся вот с этого первого фланга? Юлия, вы знаете, что сейчас происходит? Вот эта двухуровневая система власти приводит к тому, что в ряде муниципалитетов народ просто теряется. Он просто не понимает, куда ему идти со своими проблемами. Он идет в свою самую близкую администрацию, там говорят, это не наша полномочия, и вы идите, значит, в район. Они не идут в район, но район говорит, нам не видно эту проблему, решайте ее на месте. Он идет обратно, и в конце концов, он вообще отказывается от решения вопроса. Слушайте, а не будет в этом случае вот таких киваний, например, на краевые какие-то власти? Вот та же история не будет повторяться? Краевая далеко. Вы знаете, есть варианты. Конечно, ваш вопрос совершенно не случайен. Потому что сегодня межведомственное взаимодействие, оно хромает не то, что на одну ногу, оно, по-моему, на все ноги хромает. Сколько есть ног, да, на все хромает, безусловно. Но есть механизм, который надо, видимо, внедрять, надо возвращаться к институту избрания сельских старост. Чтобы обязательно в каждой территории был начальник, избранный народом. Это, кстати, прямое управление. Это то, что является самым демократичным. Вот институт сельских старост когда-то в России себя зарекомендовал как успешный институт. К нему, очевидно, надо вернуться. Еще одна очень важная вещь в ответ на ваш вопрос. У нас граждане привыкли пользоваться государственными услугами, не отходя от кассы, что называется, в своей территории. Вот это никак не должно измениться. Вот они где получали государственные услуги, там они их и должны получать. Я думаю, что проконтролировать этот вопрос тоже нужно. Вот смотрите, сегодня очень многие политики, ну, не многие, но есть такие, и эксперты объясняют переход к укрупнению примерно так. Чем хуже, тем лучше. Вот логика следующая. Раз это федеральный тренд, его надо, безусловно, поддержать. При этом надо дождаться ситуации, когда главы назначенцы в конечном итоге себя полностью дискредитируют. То есть, ну, потому что авторитета нет, и решать вопросы на местах без авторитета невозможно. И быстрее наступит то время, когда начнется вот какой-то развал в муниципалитетах. Тепло, горячая вода, свет. В этом случае президент хлопает кулаком по столу и говорит, ну, в чем проблема, ребята, давайте обратно прямые выборы. Пусть нормальные люди избираются, то есть те, кто может решать проблемы. Вот, как вы считаете, в таких объяснениях есть логика? Я сейчас скажу, как я считаю. Я считаю это конспирологической версией. Мы любим такие версии. Заговор, теория заговора. Ну, пусть такого, опосредованного. Вот. Я не верю в такой посыл. Я думаю, что здесь ситуация другая, ситуация вынужденная. На самом деле, при реализации 131-го ФСЗ сделали неуправляемую, тяжелую ситуацию. Вы знаете, как граждане у нас сейчас недовольные умеют жаловаться. Они сразу доходят до уровня президента. Вот. По любому поводу. Там, вы говорите про краевые власти, да там у нас граждане выше жалуются. Там все уровни власти завалены жалобами. Поэтому как-то эти вопросы надо решать. Надо действительно исправлять то, с чего мы начали, да, то, что натворили. Я думаю, что сам по себе процесс объединения не является негативным процессом. Не является. Тем более, что негативы как-то пытаются предусмотреть. Вот, знаете, Максим Геннадьевич Решетников где-то перед Новым годом давал интервью Федерал Пресс. И там этот вопрос тоже ему задавали. Что будет с территориями, как финансово они будут обеспечиваться. Он сказал, что они совершенно не пострадают. Что то, что они получали, то они и будут получать. Ну, где-то произойдет выпадение налогов. НДФЛ, например, да. Компенсирует. То есть вопрос стоит. Межбюджетные трансферты тоже рассматриваются. То есть никто не кидает эти территории так, что выживайте как хотите. И теперь вы нам неинтересны. Такого вопроса нет. Хорошо, вы сказали, что не верите в эту конспирологическую версию. А все-таки вот то, о чем вы говорили раньше. Появление института сельских старост. То есть это, по сути дела, прямые выборы. Вы верите, что они будут возвращены? Да, я верю в это. Потому что я читаю литературу, которая появляется, статьи и так далее на эту тему. И вопрос, чем дальше, тем более серьезно обсуждается. То есть переход к такому прямому правлению, то есть прямым, вернее, выборам, он имеет место появиться? Он, может быть, еще не появился, но я думаю, что это не за горами. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Я думаю, это лучшее решение данного вопроса, который вы задавали, да, о близости власти. Вот, что касается депутатской власти, ну, я не думаю, что это настолько существенно. Если депутат будет рядом, между прочим, недалеко же они уйдут от управленческой среды. Это же в муниципальном районе будет. Поэтому никакой катастрофы я здесь не вижу вообще, что депутаты чуть-чуть на уровень отдаляться. Спасибо, Елена Львовна. Напомню, что сегодня гостем программы «Бизнес-принцип» была руководитель магистратуры государственной муниципального управления Высшей школы экономики Пермь Елена Зуева. Меня зовут Юлия Хлобус. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин